В Якутске завершился традиционный чемпионат республики по смешанным боевым единоборствам. На нем выступают сильнейшие спортсмены Якутии по версии ММА. С подробностями Петр Говоров. Это седьмой по счету чемпионат республики по смешанным боевым единоборствам. Соревнования проходили по восьми весовым категориям, начиная от 56 и свыше 93 килограммов. У нас уровень повышается, ну по мере вот так, 7 лет уже идем к этому. К сожалению, в чемпионате России только один человек участвует, чемпионы Дальнего Востока только участвуют. Поэтому отбор очень сильный. Поэтому сейчас барьер надо, Дальний Восток выиграть надо, только тогда они будут участвовать в чемпионате России. Всего участвовало 27 спортсменов из семи клубов Якутии. Да, первый раз мы по любительскому ММА выступаем, сразу на уровне республики вышли. Ну, как бы мы в дальнейшем развиваемся и нам понравился турнир. Версия ММА, это любительская версия. После этого ребята уже могут выйти на Дальний Восток и показать свои силы. Победители поедут представлять республику на чемпионат Дальнего Востока в конце марта. Бой прошел всю дистанцию. В первом раунде он попал мне. Ну, ничего, я восстановился и выиграл бой единогласно решением судей. Хотел поблагодарить его за такой хороший бой. Также хотел поблагодарить Ивана Охлопкова, который помог мне подготовиться на этот бой. А также хотел поблагодарить своего старшего брата Абдуракова Алимхана. Без него я был бы никем. Чуть-чуть другой весовой категории бой прошел. Чуть повыше, потому что в последнем своем бою я очень тяжелый вес согнал. И как бы не стал сейчас загонять свой организм. И второй еще повод был, что на 70 килограмм у нас уже был заявлен спортсмен с нашей команды, у Заира Бураков. Ну, и поэтому решили меня на 77. Мы взяли две путевки и на Дальний Восток мы поменяемся. Я поеду на 70 килограмм, он поедет на 77. В нашей республике смешанные единоборства пока находятся в стадии развития. Поэтому проведение таких чемпионатов является еще одной ступенью для продвижения этого вида спорта. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Якутск.